Элдер Рей Элдер Рей, или луч Элдера, разработал Александр Элдер в 1989 году. Александр Элдер родился в СССР, эмигрировал в США и уже в Америке создал компанию Financial Trading Seminars, которая занимается подготовкой специалистов в сфере биржевой торговли. Луч Элдера еще называют биржевой рентген, потому что как врач использует лучи рентгена, чтобы увидеть под кожей строение костей, так и трейдер, используя луч Элдера, может увидеть силу быков и медведей в потоке биржевой информации. Луч Элдера – это объединение трех инструментов, двух осцилляторов – Bulls Power, Beers Power и одного трендового индикатора экспоненциальной скользящей средней – EMA. Поэтому по своей сути, луч Элдера – это уже полноценная готовая торговая система. Напомню, что торговая система – это систематизированная торговля, при которой открытие и закрытие позиций происходит по определенным торговым правилам или торговым сигналам. В луче Элдера наличие тренда на рынке показывает экспоненциальное скользящее среднее – EMA. Осциллятор Bulls Power отражает мощь быков, а осциллятор Beers Power указывает силу медведей. Итак, расчетные формулы луча Элдера выглядят следующим образом. Экспоненциальное скользящее среднее – EMA. Рассчитывается вот по этой формуле, где это значение – экспоненциальное скользящее среднее n-го порядка в точке T, последнее значение в случае временного ряда. Это значение экспоненциального скользящего среднего n-го порядка в точке T-1, предыдущее значение в случае временного ряда. Это значение экспоненциального скользящего среднего n-1 порядка в точке T. Альфа – это сглаживающая константа или весовой коэффициент. n – это количество периодов свечей. Стандартно, n равен 13. Подробное описание экспоненциальной скользящей средней приведено в главе Moving Civerage. Bears Power рассчитывается вот по этой формуле, где это значение – минимальная цена за период, а это экспоненциальное скользящее среднее за n периодов. Как мы помним, n – количество периодов свечей усреднения. Стандартно, n равно 13. Bears Power рассчитывается вот по этой формуле, где это значение – максимальная цена за период, а это экспоненциальное скользящее среднее. Как уже было сказано выше, строится лучелдера из двух осцилляторов и скользящий средний. В торговом терминале MetaTrader 4 по очереди на график добавляются все три инструмента. Первое. На график цены наносится экспоненциальное скользящее среднее и May с периодом 13. Нужно выбрать вставка «Индикаторы», «Трендовый», «Moving Average». Второе. Добавляется осциллятор Bulls Power с периодом 13. Нужно выбрать вставка «Индикаторы», «Осцилляторы», «Булс Power». Третье. Добавляется осциллятор «Бирс Пауа» с периодом 13. Нужно выбрать вставка «Индикаторы», «Осцилляторы», «Бирс Пауа». В результате мы должны получить вот такую картинку. Скользящее среднее синего цвета на графике цены. Осциллятор Bulls Power – красная гистограмма, а осциллятор «Бирс Пауа» – зеленая гистограмма. Чтобы построить луч Элдера на график цены в терминале Quick, нужно вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на графике цены, выбрать «Добавить график индикатор», далее по очереди три раза и выбрать «Moving Average» и «Окно 1», затем «Булс Пауа» и «Новое окно», и затем «Бирс Пауа» и «Новое окно». В окне «Настройки» в закладках «Общие» и «Параметры» можно настроить цвет линий, период для расчета, метод расчета «Moving Average» – «Exponential». Стандартно везде установлен период 13. В итоге у нас должен получиться график, как на этом рисунке. Луч Элдера готов к работе. Теперь давайте разберем, какие торговые сигналы порождает данный инструмент. Общая трактовка луча Элдера выглядит следующим образом. Боки сильны, если «Булс Пауа» выше нуля, а медведи сильны, если «Бирс Пауа» ниже нуля. Если цена выше скользящей средней и осциллятор «Булс Пауа» выше нуля, то на рынке повышательная тенденция и бычье настроение. Если цена находится ниже скользящей средней и осциллятор «Бирс Пауа» ниже нуля, значит на рынке нисходящий тренд, и медведи доминируют. Когда «Булс Пауа» становится отрицательным, это говорит о том, что медведи подавили быков. Если «Бирс Пауа» становится положительным, значит, быки господствуют над медведями. Торговые сигналы луча Элдера. Первое – прямые сигналы. Сигнал на покупку. Если цена выше скользящей средней, а осциллятор «Бирс Пауа» переходит из отрицательной области в положительную. Держать длинную позицию стоит до тех пор, пока новые максимумы цены будут подтверждаться новыми максимумами на осцилляторе «Булс Пауа». Сигнал на продажу. Если цена ниже скользящей средней, а осциллятор «Булс Пауа» переходит из положительной области в отрицательную. Держать короткую позицию стоит до тех пор, пока новые минимумы цены подтверждаются новыми минимумами на осцилляторе «Бирс Пауа». Второе – сигналы расхождения. Еще одним сильным торговым сигналом для принятия решения о сделке служит бычья и медвежья дивергенция – расхождение. Напомним, что медвежья дивергенция – расхождение – имеет второе, менее популярное название – медвежья конвергенция – схождение. Чтобы не путаться, мы будем называть бычье и медвежье расхождение – сигнал на продажу. И если новый ценовой максимум не подтверждается новым максимумом осциллятора «Булс Пауа», то имеет место бычье расхождение. Моментом открытия короткой позиции продажи является пересечение гистограммы «Булс Пауа» нулевой линии сверху вниз. Сигнал на покупку. Если новый минимум цены не подтверждается новым минимумом у осциллятора «Бирс Пауа», то существуют медвежьи расхождения. Моментом открытия длинной позиции покупки является пересечение гистограммой «Бирс Пауа» нулевой линии снизу вверх. В заключение добавим, что данный инструмент «Луч Элдера» считается самостоятельной торговой системой, которая независимо от выбранного временного интервала будет показывать направление тренда и силу быков и медведей в каждый конкретный момент времени, что позволит вам рационально использовать его торговые сигналы. Продолжение следует...